Я свой доклад назвал о людях аналитической философии, и мне кажется, эта тема интересна, потому что, как вы все прекрасно знаете, аналитическая философия представляет собой достаточно разнородную форму, и дать какую-то покупку систематизации того, что в Евангелии делается, это уже достаточно достижение и вырубит. К тому же, если учесть, что такая попытка практически отсутствует и только у нас, и на западе, то работа этой проблемой предстоит достаточно мягко. Ну, я начну с того, что проблема определения аналитической философии, она связана со сложностью выделения критерий, по которому те или иные философские представления могут быть отнесены к ее тематическому полу. К тому же, единственный критерий здесь невозможен в связи с многообразием подходов к постановке и разработке проблем, используемой в методике аналогических представлений. Можно было бы выбрать, используя выражение Дагмештена, сказать, что аналитическая философия представляет собой некоторое семейное сходство, разнообразное построение в раках и демократического поля. Ну, я думаю, что, так или иначе, можно выделить группу критерий, по которым аналитическую философию можно выделить среди других современных направлений. Но единство это семейное сходство, на мой взгляд, может быть задано топически, генетически, тематически и методически. Топический критерий определяет аналитическую философию обычно как одноамериканскую преимущество. Но, однако, генетические критерии позволяют не относиться так однобоку к аналитической философии, потому что мы с вами все прекрасно представляем, что аналитическая философия имела исток в континентальной группе, ну, в частности, связанного с деятельностью Фрейга, Венского кружка и Бенштейна и так далее. Для мой взгляд, более важным для черчевания границ аналитической философии является тематический критерий. Проблематика аналитической философии, как вы знаете, святое складывало ситуации так называемого юнистического поворота, и это ее определило специфику. Основная проблематика стала связываться не с исследованием сознания мира, а каким образом сознание мира обнаруживается для языка. Поэтому классические философские проблемы в рамках аналитической философии интерпретируются как проблемы о смыслности различных языковых выражений, проявлениях логической формы и установления специфики их референциальных отношений. Подобные сдвиги в подходы к философским проблемам позволяют характеризовать аналитическую философию как только онтологический проект, реализующийся на основании переформировки классического онтологического вопроса аналитики, то есть вопроса о том, что есть, вопрос о том, каким образом то, что существует, с одной стороны, обнаруживает себя в языке, а с другой стороны, зависит от необходимых членов языковой структуры. Поскольку языковая структура может пониматься формально-логическими и лингвистическими смыслами, то и онтология может пониматься дворяко. Во-первых, антология может быть связана с конструированием и тематических антологий при построении формальных тюрьм, что в большей степени характеризует раннюю аналитическую философию. Во-вторых, антология может конструироваться в зависимости от понимания демонтативных функций естественного языка, что в большей степени связано с современной аналитической философией. Однако в том и другом случае разрабатываем антологию нет общей черты. Это, во-первых, и текстуализм, предполагающий, что изначение одного выражения, а следовательно, антологический статус соответствующего объекта зависит от значения любых выражений. Во-вторых, атакализм, предполагающий, что значение выражений и оследовательно антологический статус отдельных объекта зависит от всей языковой структуры. Ну и атакализм-деваркационизм, предполагающий развлечение действительных и немых объектов, что связано с различием выражения, выполняющим и наполняющим демонтативную функцию. Несмотря на то, что в рамках аналитической философии можно найти практически все антологические позиции, это и пултанизм Фрейги, и эмпиризм Менского кружка, и метафизика Строссена, натурализированная пистемология Куайна, ну и так далее, и так далее. На мой взгляд, аналитическая философия характеризует то, что все вот эти разнородные направления обвиняют единый к интодологическим мотивам. В связи с этим особое внимание приобретает тот самый методический параметр, который я среди других видела в самом начале. Методические параметры указывают на необходимую строгость проводимых исследований, заставляющие задействовать методы современной формальной логики и логикой сенатического и семантического анализа, преследованию любого феномена, относящегося к области философии. Типологической особенностью аналитической философии является то, что на особое внимание деляет средства самого философствования, что связано с философским рассмотрением источника формальной логики в ее современных формах и особыми способами, в которых эти источники могут быть применены к решению философских проблем. При этом главная доказательность результата, то есть достоверность процесса агентации с вниманием тонкости процедуры, доказательства того или иного тезиса. Последнее приводит к таким особенностям аналитической философии, как техницизм и внимания к нюансам. Я думаю, что аналитическая философия, как раз ее характерной такой особенностью металлической является как раз внимание к нюансам, а не поиске теории всеобщего. И в этом отношении, конечно, может показаться, что аналитическая философия вязать в таком мелкотеме. Однако именно на этом пути аналитическая философия как раз и достигает наиболее значимых результатов. Примеров тут можно приводить много, проведу только один. На прошлой конференции мы обсуждали крипке. Вроде бы казалось, что частная проблема приводит к совершенно иному пониманию проблемы с сенсуализмом. И на мой взгляд, этот техницизм и внимания к нюансам как раз является его большим достоинством, а не недостатком аналитической философии. Вот при таком подходе особое значение приобретает явление классификации специфических методик, которые используются философами и аналитиками. Ну, тут можно два подхода к явлению методик применить. Это, во-первых, в рамках генетического подхода попытаться посмотреть, как изменялась калерная методика в зависимости от понимания и решения какой-то сквозной проблемы в рамках одного направления аналитической философии. Ну, в качестве примера приведу здесь методы логико-семантического анализа, которые были свойственны для такого направления философии и математики, как логицизм. Здесь вот четко просматривается развитие методик на основании исследования одного крема. Так, например, от метода определения формальных понятий, в частности понятий числа, при неограниченном использовании понятий функций, как и по-другому проекту, осуществляется переход к методу теории типа, ограничивающей подобные понятия и понятия декабельных функций, что служит в результате решения теоретического парадокса. Во-вторых, метод теории типа может быть расширен до решения семантического парадокса, включая формальные теории и стимологические компоненты, но это уже что касается разделенной теории типов. В-третьих, метод устранения позволяет исключить из формальных теорий синтетические суждения и характеризовать теории как семантический замкнутый. Но это уже то, что было характерно для Вильгенштейна. На конец четвертых, различие синоксических и семантических аспектов теории позволяют разработать дополнительные методы теоретико-типового подхода, различающие собственные технические и философские аспекты теории, это была так называемая рамсифицированная теория типов в рамках планетарно-рамсея. Но методики можно уделять не только на основании генетического анализа развития одного какого-то направления. Здесь возможен и их оперативный подход. И мне кажется, что в рамках анализа аналитической философии как феномена в целом он даже более продуктивный. Так вот, поскольку во время не ограничено, укажу на некоторые методы, которые я так выделил, конечно, предварительные классификации, связанные, может быть, с обеденными философами, но тем не менее, кажется, она имеет право на существование, и, может быть, кто-то там помнит, что-то ее выразит. Так вот, я думаю, что среди методов аналитической философии нужно выделять следующее. Ну, по-первых, это метод трансгрессии. Этот метод заключается в переносе понятия методов в одну систему знаний на другую. Ну, здесь типичный пример, где может служить подход к Фреге, связь и математику к логике, расширяя математические понятия функции. Второй метод – метод нефестерального перевода. Этот метод заключается в анализе выражения в рамках контекстного объявления. В этом случае контекст демонстрирует, что обособленное над него выражение и само по себе не выполняет иммунитативную функцию. Ну, здесь в качестве примера можно привести, например, теорию определенных дискликций расил, а есть, скажем, принципы текстуальности, как и радио Эйнштейна. Далее, метод концептуального анализ. Этот метод предполагает привлечь концептуального эмигративного при том сравнении различных контактов его употребления. Вот этот метод, на мой взгляд, наиболее характерен для философской студии Джорджа Эдборда Мурт. Вот если мы посмотрим его ранее работы, они как раз практически все связаны с таким вот концептуальным анализом. Далее, метод экстраполяции. Этот метод предполагает распространение методов анализа одних типов дискурсов и других типов дискурсов. Ну, здесь приведу в качестве примера анализ карты выношенного дискурса. Ну, таких, например, как сказка, там, или еще что-то, где он методами современной логики демонстрирует, что подобного рода дискурсы имеют совершенно иной характер, и дентативная функция выражения у этих дискурсов должна пониматься совершенно иначе. Далее, нужно выделить метод деривации. Этот метод предполагает отделение базовой теории от ее производства с последующим варьированием производства. Ну, типичным примером здесь может служить реформа теоретиков, предпринятая Рамсеем. Здесь он отделил логическую основу от лингвистического выражения и заложил основу метод теоретического анализа. По такому же пути, немножко позднее пошел Альфред Таскин. Далее, метод редукции. Этот метод включает сведение одного уровня знаний к другому. Ну, я думаю, что этот метод редукции, он, ну, скажем, советской историографии и современной философии, в основном и связанной с эсэболитической философией, которая, в общем-то, сводилась к позитивизму Ленского кружка, Джорджа Айры и так далее и так далее. Далее, метод семантического схождения. Этот метод основан на развлечении при сравнении автонимного и гетеронимного употребления выражения. Но, в частности, этот метод используется в развлечении объектного языка и мета-языка при определении семантических предикатов, ну, например, ухуайного и того же Тарского. Метод предела стандартной интерпретации выражения. В этом случае мы двигаемся в ситуации, при которой термин перестает выполнять стандартную интерпретативную функцию принятых моделей. Ну, а характерным примером здесь могут служить мысленные эксперименты Гудмана с термином Зилуга или Паттнома с термином Водана на гипотетическом двойнике Земли. Ну, примеры можно умножить, умножить и умножить. Еще один метод, который я выделяю, это метод фальсифицирующей модели. Этот метод предполагает построение такой модели, пересматривая теории, в которой исходные по ссылке данной теории выполняются, а следствия приводят к противоречию. Примеры построения таких моделей могут служить известные конструкции мозги и почки Паттнома или китайская фронта Джона Сёрла. Метод демаркации. Этот метод предполагает определение границ осмысленных выражений и уделение критериев, отвечающих осмысленные выражения, бессмысленно. Такой подход характерен, опять-таки, для представителей рейнского пушка и раннего Вильгенштейна. Ну и, наконец, еще я выделяю метод языковых игр. Этот метод предполагает конструирование гипотетически-коммуникативных ситуаций, при которых демонстрируется, что одно и то же выражение в зависимости от потребления изменяет смысл. Но, как вы понимаете, этот метод, он наиболее характерен для позднего Вильгенштейна и Вильгенштейнеанца. Так вот, подробная классификация методик позволяет систематизировать аналитическую философию на новых основаниях, а не с точки зрения традиционных делений на различные дизмы, таких как эмпиризм, рационализм, метафизм, критическая философия, идеализм и реализм, и тому подобное, которые к различным управлениям аналитической философии подходят лишь с очень высокой долей условностей, и большую вероятность искажения. Поскольку, как я уже говорил, философ-аналитиков характеризуют общий методологический мотив, а не единство антологических и эстемологических представлений. В этом случае антологические и эстемологические инновации ставятся в зависимости от используемых методов анализов, а не наоборот. Эти инновации я бы систематизировал следующим образом. Во-первых, это перерыв с понятия одной области знанием в другую, приводит к тому, что антология одних объектов, например, математических, может быть соединена к методологии других объектов, например, логических. Далее, лимуистическая переинтерпретация философской проблемы позволяет собственно антологический вопрос перевести в плоскость вопроса о генитативной функции различных типов выражений. Контекстуальный перевод позволяет показать, что отдельные выражения не всегда выполняют генитативную функцию и должны рассматриваться только в контексте. Эксерополяция предполагает устранение методов анализа одних типов дискурса на другие типы дискурса, что позволяет проводить компоративные анализы различных антологий. Ну и из того, что я сказал, где мой вывод? Понятно, что представлена здесь систематизация методов, вытекающих из-за систематизации антологических и пистемиологических инноваций на полноту не претендует. Скорее, я тут сообщество приглашаю к диалогу, может быть, уточнением тех пунктов, которые я выделил, или возможным предложением каких-то новых. Спасибо за внимание. Я уважился. Спасибо большое.